искра это больше такой print бренд мы не делаем какие-то модные вещи там супер там какие-то стильные все наши вещи они имеют стандартные силуэты более-менее традиционные у нас фишка как бы в принтах и в идеях которые несут эти принты искра появилась два с половиной года назад у меня прекратилась моя предыдущая деятельность которая приносила мне прибыль я занимался автомобильными запчастями и я вот был в таком состоянии поиска какого-то нового дела были разные варианты я хотел франшизу приобрести и хот-догами даже думал заниматься но потом я как-то в один момент буквально за один вечер пришла идея делать свою одежду я понял что наверняка я смогу и начал осуществлять и буквально вроде бы недели две может чуть больше вышло первая такая небольшая коллекция там было шесть разных моделей я почему-то не знаю почему сразу думал что это прямо разлетится за неделю все потом когда недели проект прошла и продались там какие-то крохи это это купили знакомые которым просто понравился ли кто-то для поддержки я подумал ну что что-то не то не так оно все пошло как планировалось но потом интерес начал расти сработала сарафанное радио тоже в какой-то мере люди начали передавать из уст куста информацию об этом и как-то вот пошло немного делать развиваться первые принты нам дались очень сложно потому что у нас еще не было опыта как это что делать мы прям сидели там ночами днями вот пока мы рисовали принты ехала ткань и и у нас уже оставалось совсем немножко времени и нам помогли мои приятели у которых швейный цех которые кстати в этом деле тоже сыграли большую роль потому что я побывал у них на производстве увидел как это все делается и мне это очень вдохновило потому что я раньше думал что для того чтобы производить одежду нужно что-то прям какие-то огромные заводы где там десятки людей работают на самом деле нет это было небольшое производство где работала четыре или пять человек тем не менее не давали очень интересный качественный продукт который нравится людям вот это мне так вселило уверенность что я тоже наверно смог бы перед выходом каждой коллекции просто приходится работать в авральном режиме без сна без отдыха потому что нужно какому-то сроку определенному успеть сделать все это и пошить и нанести изображение не граждан что придумать заказать ткань купить выбрать ткань мы никогда к этой дате не успевали все время мы пролетали со сроками причем иногда так серьезно даже пролетали но ну все-таки это вот такое состояние какой-то натянутой пружины когда ты вот тебе нужно что-то что-то сделать и ты из этого минут напрягаешься испытываешь дискомфорт какой-то есть определенные трудности в росте потому что когда ты то что ты делал своими руками сам ты знаешь как это хорошо делать когда ты стараешься хочешь эти обязанности переложить на кого-то другого ты очень сильно разочаровываешься и это сильно конечно демотивирует в плане делегирования ты думаешь ладно еще сам все сделаю потом и так все время ты вот в этом круговороте сам все сделаю сам все сделаю получается что у каждого человека определенный ресурс времени все-таки это ограничено рамками какими-то сколько ты можешь там сделать за день если ты никому это не перепоручаешь у нас даже сайта нету потому что в нем я не вижу в нем пока необходимости у нас все какие-то такие дистанционные продажи проходят через соцсети наша аудитория как раз все в инстаграме вконтакте и нужно чем-то вдохновиться прежде всего если у тебя что-то тебя очень зажгло заинтересовало то ты уже будешь сам копать в этом направлении получать необходимые знания важно чувствовать в себе уверенность сделать продукт интересный другим кто будет тот человек которым это понравится который это купит это должно быть дело какое-то дело которое вас действительно волнует найдите что-то что вас бесит раздражает найдите как решить эту проблему делать на этом свой бизнес